Марцис, здравствуйте. Ну вот я верю, что на 102 странице уже пошли такие неразмеченный текст. Вот в основной абзаце ничего нет. Вы что еще есть? Вот немножко. Вот тут еще есть он. Бесик, параграф 1. На 101 странице. А на 102 уже все. И на 104, и дальше есть вот эти номера, которые от прошлой верстки остались. Вот надо начать с них. В коде программы есть, что надо использовать, какой греб нужен. Тут даже скрипт не нужен, тут можно гребом обойтись. Вот мы его выделяем. Идем в текст. Ctrl-F. Поиск замена. Вставляем. Здесь ничего не должно быть. И заменить все в материале. А может, надо вообще из книги было заменить, не знаю. Но пока материале заменим. Работает одинаково. Вот он все сделал. Вот пришли на 102 страницу. И теперь можно выделять текст. И в выделенном тексте запускать скрипт. Это, наверное, была 102 страница. Ну, давайте вот до 510 дойдем. Там вроде есть. А, понятно. Редактировать. Вот он сначала идет по этому тексту. Оформляет вот эти стихи между строками, которые будут иметь номера. А потом уже пройдет по этому тексту и пронумеруют все строки. Тут, конечно, надо бы небольшими такими привертками кидать. Мы, конечно, многовато взяли. Аж до 510 страницы. Но все равно это все работает. Он идет от конца к началу, поэтому вот тут будет немножко смещаться вниз. Вот этот кусочек остался без заменения, потому что он поднимет строки с номером. И вообще, когда вот это делать, хорошо бы иметь разные цвета для стиха, для первых строк, чтобы так глазом видеть, вдруг где-то что-то потеряно. Ну, и эти песни, и перед песней текст тоже сделаю скрипт второй. Если нужно, возьмите. Это там тоже можно выделять цветом, чтобы визуально видеть сразу даже. При маленьком размере страницы, что текст не видно, цвет все равно виден, и можно понимать, что получилось, а что нет. Ну, видно, что он ползет. К сожалению, в индизайне есть такая вещь, как откат, которая играет такую злую шутку. Она копится и копится и копится. Вот это то, что надо откатить. И в результате замедляет работу программы. Единственный способ, конечно, это пересохранять файл с тем же именем. Тогда файл отката обнуляется. Но когда вот такие скрипты запускаются на большие объемы, там уже ничего не сделаешь. Там надо или маленьким кусочком обрабатывать. Потому что я считаю, что мы сделали ошибку, что 400 страниц махнули. Ну, надо дождаться теперь. Раз запустили, надо дождаться. А так лучше идти небольшими кусочками, пересохраняясь с тем же именем, получается быстрее. На круг получается быстрее. Они когда-то сделали, была опция такая, отключить перерисовку. Но отключение перерисовки особо не помогает. Точнее, так скажу, вообще не помогает. Якобы она есть, но она результата никакого не дает. Вот сейчас 17 часов 32 минуты, где-то сделана четверть. Я в этом видео, вот эту часть показывать уже не буду. Когда дойдет до конца, и там видео продолжу. Так что сейчас я буду ждать, когда оно закончится. Чтобы потом смотреть, что получилось. Ну вот, 17.42. Сейчас написано, что прогресс-бар двигаться не будет. Сейчас идет, этот текст проходит заново, выделенный. И в нем обрабатываются только нумерованные строки. Без прогресс-бара. То есть, внутренняя операция дизайна. Греб-запрос. Вот здесь, только такой охотник может пробегать, а прогресс-бар двигаться не будет, потому что он отнимает заметное время. И, наверное, это была ошибка, вот делать вот так. Идти по тексту и сначала выделять абзацным стилем стихи, чтобы потом нумерацию. Гораздо быстрее было бы выделить весь текст, предложить к выделенному тексту стиль стихов, а потом уже заменить абзацный стиль для срок, где будет нумерация. Ну вот, похоже, все сделалось. Да. Все сделалось, остались. Только эти вопросы, которые будут решены другим скриптом, если он вам, конечно, нужен. Вот эта песня и текст к этой песне. Их текст к предыдущей песне. А так это вот все сделалось. Я вам сделаю два варианта скрипта. Один вот то, что я сейчас показал, а второй такой, что будет работать только со строками. Вы выделяете текст, оформляете его абзацным стилем. Вот этот стих-лайн, а потом вот этим стих-лайн, а потом вот байсик-параграф один будет приложен, переопределен для строк, которых есть номера. Вот я считаю, что вся задача решена. Что касается вот тех длинных строк, там где в ригве или прочее, ну когда будет, тогда и сделаем. Сейчас что делать-то?